Вот я включаю тогда запись. Значит, приветствую вас, дорогие друзья. На медитации, которая будет называться мое первое путешествие в прошлое воплощение. В общем, я думаю, я, во всяком случае, рада за вас, потому что это будет волшебное путешествие сегодня у нас. Значит, то, что меня зовут Светлана Сидорова, вы знаете, я закончила первый курс Института Реинкарнационики и получила право практиковать. Консультанты имеют право заводить и в какие-то неприятные воплощения, я имею право вводить по приятным только воплощениям. В этом разница между консультантами и практиками. Я видела где-то, и многие у нас, кто первый курс заканчивал, а закончил, видят, где-то успевают увидеть где-то от 20 до 40 прошлых жизней. Я так хотела бы, чтобы вы хотя бы минимум три жизни увидели в ближайшее время. После второго курса уже становятся специалистами более серьезными, но я, в общем, про Институт этот рассказывать вам не буду. Кому надо, узнаете потом. Значит, начнем сначала мы сегодня с упражнений и будем идти постепенно, перейдя в прошлую жизнь, мы будем начинать от нуля, в раннее детство, и туда, в прошлую жизнь, перейдем через животик мамы. Значит, будут вопросы, можете заранее задать, или потом, когда уже закончим, будем тихо сидеть, когда займемся, потом сможете, буду ждать от вас ответов и рассказов. А цель какая? Цель какая, чтобы сейчас увидеть первый раз воплощение в прошлое, а дальше будем выходить в творческое воплощение и там находить ресурс для творчества в нынешней жизни. Вот для чего идея зайти в воплощение. Идея вот такая. Ну, когда мы зайдем в это воплощение прошлое, затем начнем по семь лет проходить по нему. Если кто-то там уйдет до того из жизни, раньше, например, в том воплощении, то вас просто перенесет автоматически в какое-то другое воплощение. Будете дальше смотреть его, вспоминать. Потом возможно, вы там встретите кого-то из друзей, тоже. Ну, во всяком случае, будет какое-то озарение, какая-то радость, воспоминания сохранятся. Потом в домашнем задании вы напишите, что же было в творческой форме это свою прошлую жизнь опишите. Значит, если у вас тут лишние телефоны рядом, лучше отключите, чтобы не мешали вам. И устраивайтесь поудобнее. Сегодня у нас длительное путешествие. устраивайтесь поудобнее. Наблюдайте за дыханием. вдох-выдох, вдох-выдох, закрыли глаза, наблюдаем за дыханием. дыхание замедляется. Давайте вспомним грушу. Как она выглядит? Размер, объем, цвет, вкус. Теперь вспомним какое-то яркое событие вчерашнего дня. Еще вспомним яркое событие недельной давности. вспомним состояние внутри тела. Потом извне. Теперь яркое творческое событие которое происходило год назад. годы. А теперь вспомним студенческие годы. Где жили, с кем общались. теперь теперь начинаем вспоминать школьные годы. м школьные см с школьные Вспоминаем школьные годы, какие-то яркие события, где жили. Вспоминаем родителей, бабушек, дедушек, творческие события, друзей детства. Возможно, каких-то животных. Теперь переходим к ранним воспоминаниям. Вспомните какие-то ваши детские фотографии младшего возраста. Загляните туда, как что происходило, как вас фотографировали. А сейчас вы грудничок. Еще не умеете ходить. Находитесь в коляске. Вспомните лицо мамы. Вспомните, как вас берут на руки. Еще раньше. Мамина грудь. Молоко. Тот день, когда вы родились. Как врачи помогают маме. Прохладу. Прохладу. Переходность температуры комфортной внутри мамы. Жизнь в холод. Ранее. В теле мамы. В домике внутри мамы. В комфортном домике. Вспомните, как располагались ваши руки, ноги. Какие у вас были ощущения, мысли. Стук сердца мамы. Что вы знаете об этом пространстве? Что вы думаете о родах и жизни после родов? Родов. Еще раньше. Где вы были? В каком пространстве? Что вы знаете о будущих родителях? Что вы знаете о нынешней жизни? Вы сейчас одни? Или кто-то еще есть рядом? Определите для себя, что вы хотите сейчас узнать. Какие вопросы вас интересуют? Какие-то творческие вопросы? Теперь мы попадем в ту жизнь, где у вас были какие-то творческие результаты. Осмотритесь. Почувствуйте. И состояние тела. Или со стороны. Где вы находитесь. Не старайтесь вспоминать глубоко, напряженно. А просто первое, что приходит нам, мысль какая. Это и есть правильное. Что вам известно? Вы одни? Или кто-то еще есть? Вы в теле мужчины? Или в теле женщины? Перемещаемся в детство. Минуты рождения. Знакомство с мамой. Что вы о ней знаете? Что вы знаете о вашем отце? Перемещаемся к возрасту 7 лет. У вас есть друзья? Кто? Где вы живете? Кто о вас заботится? Родители? Или еще кто-то? Чем вы любили заниматься? Как проходил ваш день? Чем вы занимались утром, днем, вечером? А сейчас переместимся в возраст 14 лет. Если между семью и 14 годами были какие-то интересные события, вспомните о них. Представьте свою прошлую эту жизнь как линейку, на которой обозначены какие-то яркие события. И полоски вверх-вниз. И вот 14 лет. Какими вы были? Какие были у вас увлечения? Где вы жили? Учились где-то? Чему? 21 год вам. Смотрите тоже промежуток от 14 до 21 года. Какие-то яркие творческие события. Что было между этими годами? И вот 21 год. Какими вы были? Что для вас важно? Есть ли у вас связь с родителями? Есть ли у вас друг противоположного пола? Подруга? Если есть, то как произошла встреча? Если есть, то как произошла встреча? Или жизнь сложилась как-то иначе? Чем отличаются ваши нынешние интересы? Вы уже взрослый человек. Вы уже взрослый человек. Какие события? Какие события в жизни? Сами зарабатываете? Или кто-то другой вас обеспечивает? 42 года. Так же смотрите. Чувствуйте. Вспоминайте первую мысль, которая приходит. 49 лет. Есть ли повзрослевшие дети? Какие у вас теперь интересы, убеждения? В более поздние времена заходите. В зависимости от длины жизни. Самостоятельно вспоминайте эти годы. Как с возрастом меняются ваши взгляды, мысли. Обратите внимание на тех людей, которые вам попадаются. Возможно, кто-то был эпизодом. А кто-то повлиял на вашу дальнейшую жизнь. Какой у вас характер? Ваш выбор в жизни. К чему вы привязаны? Каким творчеством вы занимаетесь? Была ли похожа та жизнь от жизни, из которой я вам говорю? То есть нынешняя жизнь отличалась ли от той, которую вы вспоминаете? В чем похожесть, в чем отличие? Вспоминайте людей из прошлой жизни. И все запомните. И вот последний день вашей жизни, той изучаемой жизни. Что происходило до перехода души в другое состояние? По естественной причине вы ушли из жизни. Или вам кто-то помог? Кто присутствует рядом с вами в этот день? Осознаете ли вы, что что-то произойдет? Смотрите на себя изнутри. Вы внутри тела. Вспоминайте ощущения тела в этот момент. Что за ощущения? Как душа покидает тело? Из груди? Из головы? Или еще как? Наконец, вы наблюдаете свое тело со стороны. Как вы наблюдаете всю эту прошедшую жизнь? Насколько расширено ваше сознание? Как вы вспоминаете свои решения, события в этой жизни? Что было хорошо, что плохо? Как долго вы остаетесь около тела? И проявляете ли интерес к телу? Пытаетесь ли связаться с родными? Донести до них, что у вас все в порядке? Или сразу же отправляетесь в мир душ? Кто-то вас встречает? Или отправляетесь в мир душ одни? В мире душ вы просматриваете свою жизнь и вспоминаете дни или под чем-то руководством? Почему именно та жизнь и те обстоятельства и опыт души вам указали? Приоткрыли для вас? Задавайте вопросы своим наставникам в мире душ. Получайте ответы по своим вопросам по творческим вопросам. Подумайте, что вам непонятно и вам придут мысли телепатические от ваших наставников ответы на любые ваши вопросы. Подумайте об актуальных вопросах. SPи-4 Фи-4 Crystal . Продолжение следует... 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 Ну, вот что-то такое вот так вот как-то, ну, как-то нарисовать, если можно, типа поэзию, что-то из тонкого такого, знаете, чувства у меня какого-то. Но конкретно я не увидела. Значит, что я ещё увидела? Ну, прямо сейчас сразу же, пока не забылась. Значит, а, степень достатка. Я задала такой вопрос. В общем, я увидела так, знаете, вот как коса, и она, ну, можно это сказать и колос, типа как или пшеничный, ну, вот такие переплетения. И довольно он как венок, кстати, венком таким, как венец был, говорят, венок безбрачия, это был как венок благополучия. Ну, то есть толстая была такая. Да. Вот, потом, значит, вот какой я один образ увидела. Значит, было ли ощущение самореализованности? Самореализованность, то есть когда уже умерла. Самореализация? Да. Вот, знаете, вот что я увидела? Похоже, что нет, всё-таки. Потому что вот как птица, и она такая, ну, вообще красивая, что ли, даже птица. Вот она даже с каким-то утолщением, то есть вот как бы вот потенциал, видимо, или был. Вот, но она как вот угол, типа угол, и она в него как вот, как билась. Вот, то есть вот, видимо, пробить всё-таки не могла. Но ощущение, которое, когда умерла и попала как бы в мир туда, а, значит, что я ещё увидела? Вот, как бы ко мне, как ветка. То есть, скорее всего, было трое детей, и типа было, было ли внук, или несколько. Потому что я увидела как ветку такую, и в этой ветке вот как три ответвления. А на одной, кажется, ветке, ну, может быть, я просто не придала значения, я просто увидела уже, когда повтором, я стала расшифровывать, ну, как бы, а что же это такое? Я так поняла, что типа количество детей. Вот, и когда я попала на тот свет и восприятие, я поняла, что всё же у меня вот состояния абсолютной полной свободы не было. Потому что я вдруг увидела себя Валя. То есть, прям, знаете, вот как вот Валя. И вот это была разница между тем, как я себя сама ощущала в жизни, и каковой была моя душа. Но разница была не слишком большая. То есть, всё-таки, видимо, как бы в жизни что-то удовлетворяло, какая-то наполненность была. Ясно. Ну, вот, из таких. Хорошо. Я задала вопрос, в какой стране я жила, типа кто по национальности. Да, да, кто по национальности. Как вот связь прервалась, я всё-таки попродолжила. Я не увидела конкретно, какая страна, может, не расшифровала, может, ещё образ придёт. Но какой-то роскошный образ был. То есть, или это где-то южная какая-то страна, образ. А какой-то, как центр был показан, типа, может быть, чуть, ну, не знаю, ну, вот центр какой-то. Вот, и такая роскошь, роскошь, роскошь. Роскошь. Но я поняла, что, скорее всего, это природная роскошь. Мне так показали. Ясно. Ну, ну, что, ты сможешь сохранить в скайпе-то то, что ты говорила? А у меня и сейчас запись идёт. Отлично, отлично. Тогда ты это сохрани. Тоже помещай. А я сохраню то, что я тут наговаривала. Давай? Я сохраню. Давай. У меня какие-то ещё воспоминания. То есть, ещё что-то было. И, ну, что-то ещё было. А, я могу взять ресурс здоровья ног. Были ли здоровые ноги? Ясно. Ну, ноги. Потому что у меня эта проблема, я никак не могу понять, откуда это идёт. Потому что ни у кого это как бы не было. А если так ещё взять, что у меня по папиной линии его бабушка была, знаете кем, целителем, который лечил камнями. И у них там даже что-то было, то ли дом горел, и всех она напрягла так, что единственное. Ну, знаете, как я. У нас когда-то пожар был, когда ещё маленькая была. То есть, сказали, что пожар, но на самом деле, как это просто... Или это я такой силой обладала, что я запретила этому пожару быть. Ну, кто за что схватился, я за пианино со второго этажа выбрасываю. Представляете? Вот там вот одна. Да. Вот. А там вот говорят про эту мою бабушку, что она только за эти камни. Больше ничего и не было дорого. Но говорят, что она так лечила, что к ней приходили, там приносили на руках, а уходили от неё на своих ногах здоровыми. А вот у меня вот этого как бы вот, ну, нет. И когда я задала вопрос, был ли вот этот ресурс, и можно ли его как-то взять, я увидела образ прямо вот таких, знаете, как, ну, короче, камни, и они как-то, как чётко так уложены, и я вот поняла, что силище было. Вот в ногах, вот в этом плане, ну, костяк был очень сильный. Ну, и вообще, так, на мой взгляд, личность была весьма неплохая. Ну, неплохая. Отлично. Отлично. Тогда мы сохраняем всё, и сегодня начинаете заниматься домашней работой. Следующая встреча у нас в понедельник решили. Давай. Ну что, всего хорошего? Всего хорошего пусть там Валя пишет. Ну вот, будет приятно послушать, что другие рассказывают. Да. Из этих, из мужчин Николаюс. Да. Ага. Спасибо. Вот, ну, спасибо, Света. Пожалуйста. Здорово. Я вообще удивилась, когда я была с погружением в прошлую жизнь, ну, кстати, я сама это делала на своих клиентах, и очень быстро. У меня попадали очень быстро, вот. А когда я была на этом, ну, как бы, вот на тренинге и по эриксоновскому гипнозу, у нас был там вот такой, то он шёл часа полтора. Ну, правда, там была задумана у них идея, знаете, какая они там очистку делали, жизнь вышла в мир душ, как идёт очищение, там вот у них, видимо, такая цель была. Ну, то есть, я предполагала, долго будет. Ты так это быстренько протопала? И самое интересное, у меня чуть-чуть с запозданием шло, у меня всегда так. Что у меня как бы набор-набор, а потом раз, ты уже о чём-то другом говоришь, а до меня только доходит. Вот. Ну, потом я как-то себя настроила, что уже вот в контакте, прям, чтобы быстро это всё видеть. Отлично. Ну, вообще, короче, клёво. Я удивилась, что так всё быстро, прям быстро. И вообще уже стало получаться, потому что вот, вот что стало получаться, и груди мамы, и ощущения, как я вдруг почувствовала себя и любимой дочкой, и даже поняла, в кого вот эта моя амбициозность, что ли. Одна у меня фраза такая возникла, которую мой дедушка мне произносил. Он произносил. Понятно. Вот, ну, он говорил, грызи на оку, Валечка, ну, прям типа зубами, то есть он какие-то наставления давал. И, ну, он сам был прям личность вообще. А я ещё сегодня его фотку вдруг увидела, когда Валя стала вот это, выставила статью, Корсунская Божья Матерь. А у меня почему так? Ну, короче, я не знаю, почему. Я прям посмотрела, у меня образ моего дедушки возник. Здорово. Или это было вот к погружению в прошлую жизнь, то есть вот то, что ты сейчас. Ну, во всяком случае, сильный такой он был, могучая личность, это вообще. Здорово. В общем, здорово, здорово. Самое главное, мы берём оттуда творчество, что бы это ни было. Вот в чём дело. Ну, ладно, давай, всего хорошего тогда, давай. Я сейчас скидываю, и ты сохраняй информацию. Сохрани. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...